Приветствую вас, Кристина. Ну, вы знаете, я для простоты разбил бы ваш вопрос на две части. Первая часть, она, как мне кажется, попроще, касается дня рождения коллеги и национальных особенностей коллеги в том числе. Вы говорите, что коллега позвала на свой день рождения людей ее национальности только. И в этой парадигме мне не очень понятно, почему вы ждали или обижаетесь, что не позвали вас. Ведь я могу ошибаться, но вы не сказали, что тоже национальности, что и коллега. Так что здесь как-то вот, на мой взгляд, не совсем все очевидно. Это первое. Второе, как бы, ну, если коллега, если, точнее, коллеги, ваши коллеги не здоровались с вами, там, на протяжении вот какого-то времени, да, достаточно, ну, достаточно длительного времени. То не совсем понятно, на что вы рассчитывали и чего ожидали. Почему вы считали, что вот с вами никто не здоровается, не здоровается, не здоровается, не здоровается, не здоровается, да, грубо говоря. а потом раз и сразу же начали это делать, вот, или недорогались, 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 а потом сразу раз и позвали вас на Демородину, то есть это мне кажется несколько странным, вот, я не знаю как вам, но мне кажется это немного странным, то есть вот именно основание для ваших ожиданий, именно вот основание для ваших ожиданий, именно основание для того, что вы этого ждёте, вот. Теперь то, что касается более глобальной проблемы, более глобальной проблематики, я имею в виду того, что вы чувствуете себя, ну, невидимой, да, незначимой и так далее, и так далее. Как мне кажется, основная беда здесь в том, что вы себя не цените, как мне кажется, как бы, ну, сами обесцениваете свою работу, сами обесцениваете то, что вы делаете, сами же считаете свою работу какой-то такой вот, ну, может быть, ну, может быть, не неприятной прямо, да, но такой, ну, ненужной, допустим. И как мне кажется, коллеги чувствуют это, чувствуют, что вы не цените себя, чувствуют, что вы не цените то, что делаете, и зачем тогда, чего бы тогда им, а ты не цените вас. Вот, собственно, какая проблема, да, может быть, они не видят пользы от того, ну, от того, что вы делаете, и, скорее всего, и, может быть, скорее всего, там, так все и обстоит, что, ну, просто вот пользы нет, то есть, ну, не чувствуются пользы от того, что вы там делаете, например, вот, то есть, ну, то есть, для них это не является пользой. Вот, они это, ну, грубо говоря, не ценят, да, не оценивают это. Вот, и плюс это не оцениваете и не оцениваете вы сами, к сожалению. Вот, в чем, собственно, на мой взгляд, кроется одна из проблем, одна из основных проблем. Именно вот то, что в инфинити, ну, свои вот как раз усилия, да, в инфинити свои действия, в инфинити, в инфинити то, что делать, вот. Если бы ценили, то, на мой взгляд, было бы, было бы, ну, было бы гораздо лучше, если бы ценили, то вас бы ценили бы тоже. Ну, это, как бы, моё мнение, я могу ошибаться и вы имеете, в принципе, полное справа со мной не соглашаться. Я также думаю, что проблемой, достаточно серьезной проблемой является тот факт, что вы не чувствуете сами, что работа, которую вы делаете кому-то нужна, вы не чувствуете реализации, вы не чувствуете свой рост и своё развитие. И появляется потребность в подкреплении того, если вы хотите что-то знать, что появляется нужда, такая вот нужда в том, чтобы кто-то сказал вам, что да, это важно, то, что ты делаешь, да, это нужно, то, что ты делаешь, вот, да, это очень ценно, то, что ты делаешь, например. Как бы, этого нет, да, то есть вы этого не получаете и реагируете на это, естественно, на негативное. Ну, негативное, да, почему, почему, потому что, вот, не получаете какого-то подкрепления, вот, не получаете подтверждения того, что то, что вы делаете, это важно, это нужно, это, ну, ценно, понимаете, какая штука. Я не думал, кстати, что, вот, ну, что нужно вас извинить, да, то есть я это говорю не для того, чтобы извинить вас, я это больше говорю для того, чтобы вы постарались увидеть, проблему, вот, как, допустим, вижу ее я и увидели немножко, что проблема более глобально, проблема в том, что вы, грубо говоря, себя обесцениваете, вот, и вы, ну, ставите себя в такую зависимость относительно другого человека, относительно других людей. Кроме того, очень важно говорить на языке людей, то есть очень важно, чтобы вы именно говорили на языке людей, очень важно, чтобы вы, ну, чтобы вы были понятны тем, с кем вам, ну, хочется как-то взаимодействовать, да, и так далее. То есть это вот тоже такой достаточно важный момент, на мой, на мой взгляд, по моему мнению. Если в этом направлении не двигаться, если не говорить на языке понятным людям, с которыми вы, например, работаете, то рассчитывать на коммуникацию не стоит. То есть нужно быть интересным, интересным, интересным людям, вот. Ну и ваши, ваши ожидания, на мой взгляд, да, в том, что вы, там, хотите, чтобы вас, там, пригласили на чай и так далее, да, но это, вот, к сожалению, не совсем, как мне кажется реалистично, вот, потому что не было, не было, не было, не было никаких предпосылок, чтобы вас звали, вас приглашали, вот, чтобы вас хотели видеть. Не потому, что вы, ну, плохая или какая-то такая, нет, просто у людей не входило в вами вообще. А почему не входило в вами вообще? Ну, потому что вы, вот, как бы, ну, представляете интересным для этих людей. Вот, и да, я знаю, что, возможно, вам это неприятно, но, как бы, момент, знаете, почему, момент заключается в том, а можете ли, можете ли вы представлять интерес для людей этих, ну, вот, ну, вообще, можете ли вы, если у вас такая возможность, понимаете? Потому что, может быть, это совсем не ваши люди, а из-за того, что у вас есть ограничения, например, в вопросе, там, собственного развития, или, там, в вопросах самооценки, да, вот, может быть, вы, там, вы как раз и не можете позволить людям просто делать то, что они делать хотят, а себе, например, позволить делать то, что хотите вы. Вот, понимаете, какая штука? Ну, поэтому, может быть, может быть, ааа, поэтому, ааа, вам так, так вот сложно, может быть, поэтому вам так, ааа, тяжело, может быть, ааа, ну, в этом, проблема в этом, ааа, причин, 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 причин. Понятно, что у людей вы не поменяете, не поменяете, вы можете либо поменять свое, свое окружение, расширить его, его, либо вы можете сделать так, чтобы людям было интересно с вами общаться, чтобы людям было весело с вами общаться, чтобы люди хотели с вами общаться, с вами общаться. Вот, ну, это уже вопрос, конечно, больше про то, чего вы хотите и хотите лишь, потому что, может быть, вы считаете, что вам должны, ну, опять же, вы можете так, ааа, считать, лично я, ааа, именно, прям, вот, плохого ничего не вижу в этом. Вот, ну, вопрос, конечно, конечно, в том, насколько это реалистично. Реалистично. Насколько это реалистично, то то, что вы, ну, например, вот считаете, допустим, так, насколько это реалистично и насколько это реализуемо. Сами понимаете, если это не реалистично, то есть, ну, то, чего вы ждете, то, чего вы ожидаете, это не реалистично, а вы сами ничего, например, не делаете для того, чтобы приблизиться то реалистично, или не делаете, или не можете сделать, вот, что абсолютно, кстати, нормально, то это, ну, как бы, шансы того, что это произойдет очень сильно уменьшается, поэтому я надеюсь, вот, ну, что несколько, несколько структурировал ваше понимание того, где и как вы сейчас сказали, да, то есть, ну, вот, и, соответственно, что с этим делал. Вот. Дальше идем. Вы говорите, что так просто сказать здравствуйте. Ну, подумайте, знаете, с какой стороны, вот, если это так просто, то почему вам так не просто реагировать на что-то, что-то, что очень просто, судя по вашим словам, что первое. Второе. Что изменилось тут? Я так понял, что, ну, что так было всегда, то, что вы описываете. Ага. Я не очень понял, что изменилось. Что раньше вроде как вы терпели, раньше вроде как, ну, что было не то, чтобы нормально, но раньше вы это принимали, а теперь перестали принимать. То есть, как бы, это вот что изменилось, что произношло такого-то, такого, да. Вот. Ааа, дальше. Следующий момент. Вы говорите, что мне приходится ездить по филиалам. Вот опять же, насколько это все вы делаете, ааа, потому что вам это нравится. Понимаете, как бы потребность в людях, да, ну, потребность в окружении, скажем, ну, скажем даже так, да, потребность в этом появляется тогда, когда человек у себя что-то отнимает, вот, когда человек у себя что-то забирает. И вот я хотел бы постараться понять, возможно, что именно вы забираете у себя такого, что влияет на появление wealth, а потребности, вот, ну, в том, чтобы люди давали вам какую-то такую обратную связь, чтобы люди, ну, чтобы замечали вас. Здесь, наверное, будет правильно сказать, что я не считаю, что вас не должно отмечать, если вы так подумали, то вы ошибаетесь. Я так не считаю. Но я думаю, что чрезмерно, чересчур мощно, сильно потребность во внимание людей, это не то, не то, что может вам помочь, это не то, что может, ну, обеспечить вам то, от чего вы будете в восторге. Вот. Потому что это извне, а если что-то извне, вам этого, скорее всего, всего-всего, всегда будет мало. Потому что так это работает как право, к сожалению. Ну, в принципе, в принципе, я думаю, что можно, наверное, было бы на этом закончить мой ответ. И так получилось достаточно много. Надеюсь, что это было полезно вам. Надеюсь, что вы сделали для себя какие-то выводы. Я надеюсь, что узнали для себя что-то новое. И я надеюсь, что информация, которую я постарался предоставить, самостоятельно поможет вам справиться с этой ситуацией. Хотя я, безусловно, не исключаю того факта, что самостоятельно вам будет справиться достаточно сложно. Но все это вполне реально. Если у вас есть такое желание. Удачи вам! Всего самого доброго! Всего добрый! Всего доброго!